Мы с вами знаем, что у нас в России демография и доходность населения – это одна из самых важных задач. А у нас с вами численность населения города снизилась на 685 человек. Что на этот процесс повлияло? И можем ли мы принять какие-то меры, чтобы эту нехорошую тенденцию как-то исправить? Насчет того, что исправить, мы и так принимаем практически, даже благоустройство – это, собственно говоря, создание лучших условий для жизни населения, поэтому эти меры принимаем. А все, что касается снижения численности, то, знаете, к сожалению, у нас такое снижение численности отметилось за прошлый год и продолжается в этом году. Предшествующие годы, в принципе, были намного более положительные, если такое слово можно применить. И если посмотреть, даже в предшествующий год, за 2018 год мы получили прирост населения, и он был существенным, почти на 400 человек. И это был прирост, полученный за счет миграционного прироста. У нас, в принципе, если смотреть, ну хотя бы там ближайшую перспективу, там с 15 по текущий период, естественная убыль населения идет постоянно. Эта естественная убыль всегда составляет около 300 человек. Но за прошлый год она выросла более существенно, и вот как раз составило почти 700 человек. Это действительно очень большая цифра. Я так думаю, что все-таки здесь и сказалась и коронавирусная инфекция, и, может быть, на фоне этой инфекции какие-то другие осложнения, которые произошли со здоровьем населения. Но у нас существенно выросла смертность. Как повлиять на смертность? Наверное, улучшать только систему здравоохранения. Продолжение следует...